всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду существует огромное количество блюд которые одновременно можно отнести как простым и быстрым так и к сложным и требующим нереально больших временных затрат пример немецкие колбаски с гарнир без квашеной капусты казалось бы что проще колбаски на сковороде быстренько обжарил рядышком капусту потушил и можно радоваться жизни с кружечкой пенного но сначала то нужно будет взять свежую капусту нашинковать заквасить ее до поводить вокруг нее хороводы в течение по крайней мере пары недель и только тогда у вас в кладовочке появится несколько баночек которые несколько бочонков этого чуда да и колбасу действительно вкусную в магазине не купишь нужно самому постараться ну или другой пример какая-нибудь итальянская паста со сливочным соусом на основе белых сухих грибов как в этом ролике на весь рецепт 10-15 минут ну чудо же но это в том случае если вы летом насобирали грибов вы насушили их да даже к ледяной водочке на стол закусок выставить помидорчиков маринованных там огурчиков соленых капустки квашеные леча делов на пять минут но сначала все это дело нужно засолить да наквасить да намариновать вот и получается что один человек смотрит и думает о супер рецепт и быстрый просто а а второй который как-то стрекоза который лето красное пропела и мышь у него в холодильнике на каркане повесилась думает да это супер сложно конечно ему все что сложнее яичницы кажется с геморроем почище доказательства великой теоремы фирма я сегодня собираюсь образно говоря ее доказать на кухне и вообще-то доказали уже но это неважно и так для сегодняшнего рецепта мне понадобится парочка утиных ножек конфи как заготавливать эту утину тушенку я вам показывал в отдельном ролике вот челкать и досмотрите лишний жир с них надо снять кроме того понадобятся протертые томаты морковь и лук чеснок лавровый лист петрушка и какая-нибудь широкая паста да можно даже свежей лапши накатать если вам не лень приступим ножки сразу отправлю на сковороду разогреваться на слабом огне под крышкой а сам бока порублю лук относительно мелким кубиком так ножки надо периодически переворачивать вообще прогреваю их так чтобы мясо легко от костей отделялась чеснок тоже рубить помельче ну и морковь подготовить что там с ножками с ножками отлично а на этой же сковороде обжарю лук и морковь и пока и процесс идет отделю мясо от костей красота что там с овощами я бы даже сказал с корнеплодами отлично золотились можно добавить чеснок и обжарить его минутку сразу вместе с луком и морковью его отправлять на сковороду не стоит пока вы суткой возитесь можете задеваться и сжечь его так отлично можно добавлять птицу лавровый лист и протертые томаты я пользуюсь покупными из пакета зимой даже солнечной испании живые помидоры в большинство сортов на вкус не очень тяжелые все теперь при слабом помулькивание тушу этот соус примерно минут 25-30 соответственно примерно через 15-20 минут можно начинать варить пасту вода бурно кипит что соль и пасту варим при бурном кипении до состояния аль денте замечание я прекрасно понимаю что подавляющее большинство из вас все это прекрасно знает но появляются еще кое-где кое-кто у нас порой поэтому скажу если вы сварите пасту до полной готовности то она впитает себя всю воду и впитать соус вот этот жидкий соус уже не сможет а если у вас еще и паста не из твердых сортов пшеницы то она после бульканье в этом жидком относительно соусе вообще распознется в кашу поэтому варим до аль денте то есть на зубок отлично пасту в соус и перемешать да я сразу не сказал перед тем как отправлять пасту в соус обязательно попробуйте его на вкус может у вас лук морковь недостаточно сладкие может у вас помидоры недостаточно кислые короче настроить блюдо на свой вкус как музыкант гитару настраивает петрушки немного вот в общей сложности 35 минут и паста с обалденным ярким соусом готова мафальди динаполи кон рагу де пато мафальди динаполи это название вот этой формы пасты а рагу де пато ну сами догадаетесь так значит рагу де пато очень нежная очень вкусная уточка она даже после конфи очень нежная и вкусная а здесь в этом соусе соус яркий такой помидорно-сладкий прям супер какой-то так ну и теперь намотать этой пасты на вилочку ну-ка не единого замечания паста пропиталась этим соусом он он обалденно вкусный вот слушайте делайте заготовки наготовьте конфи пусть у вас стоит где-нибудь в холодильнике или в кладовке если хорошенько залить жиром и готовьте регулярно такую пасту это просто это быстро и очень вкусно на этом позвольте закончить огромное спасибо что смотрите огромнейшее спасибо что готовите и делитесь своими рецептами спасибо за компанию всем пока я буду наслаждаться ммм ммм ммм